Сегодня мы с вами будем делать войлочный корсетный пояс. Назвала я его каледония, потому что именно так называется вот эта вот клеточка. Красно-бело-синяя – это каледония. Вот такая вот интересная вещь. То есть спереди это на застежках, на крючках можно делать корсетные крючки, сзади на шнуровке, то есть регулируется ширина. Такой пояс можно делать шире, можно делать уже, можно делать разные формы, можно его носить по-разному, то есть вот тоже как бы можно развернуть его, да, вот этими уголками наверх, он будет совсем как корсет выглядеть. Сейчас этот аксессуар опять очень в моде, потому что он делает, ну, как бы имидж женщины таким более женственным. Можно носить вот в таком варианте, можно, смотрите, вот тут, да, с брюками, допустим, красное с красным. Все равно играет, только подберите украшения, да. Всегда надо думать о стиле, тогда все будет эффектно и хорошо смотреться. Можно такой корсет носить и, в общем, вот так даже, достаточно провокационно. Кто-то, я помню, в группе написал, вау, смело. Да, можно носить очень смело, это может быть такой романтический, эротичный аксессуар. Итак, материалы. Перчатки, москитная сетка, махровое хлопковое полотенце, на айкиевской сетке я это все делала, ножницы, сантиметровая лента, брызгалка, оливковое мыло, шлифмашинка у меня с насадкой-подложкой под ламинат, иголочки, линейка, кусочек трубы, тазик, ну, в общем, стандартный набор из материалов. Вот это у меня, кстати, болгарский мельносовый топ, он 20-микронный, можно брать 18-микронный итальянский, марля, марлю, кстати, тоже у Рустама Прозорова покупаю, кружево, хлопковая лента, вот ниточки для вышивки, можно посмотреть всякие разные ленточки, аксессуары, ну, и металлофурнитура, чтобы установить эти люверсы. Я сваляла образец, вот смотрите, войлок плотный, он не толстый, но он плотный, и я сначала его сваляла для того, чтобы рассчитать коэффициент усадки. Вот тут я ставлю на паузу, на минуточку, а у меня коэффициент усадки получился 1,5. Вы когда разложите, вот сейчас вы посмотрите, как раскладывать, сделайте для себя из своей шерсти, со своей толщиной раскладки, сделайте небольшой образец, чтобы, во-первых, потренироваться, как делать уголок, да, вот тут особый момент такой вот с этим уголочком, и посчитайте свой коэффициент, тогда, исходя из него, вы сможете сделать нужную форму нужного размера. Тут в качестве шаблона, дорогие мои, нестандартно выступает плотная хлопковая марля в два слоя. Это не аптечная марля, это более плотная хлопковая марля. Я не могу сказать, там, сколько грамм на метр, она даже ближе к марлевке, к модопаламу. Если, мне кажется, что нехорошо было бы брать, допустим, аптечную марлю в три слоя, ну, просто она ведет себя по-другому, она сильно утяжелит, постарайтесь найти вот хлопковую марлю вот такого вот плана. Ну, продолжаем дальше наше кино. Я беру шерсть, и я разделила пасему пополам, чтобы она очень широкая была, так удобнее. Ну, вот смотрите, направление раскладки. Вот лежит у нас вот этот двойной кусочек нужной формы марли. Я раскладываю сначала вдоль, да, как бы по контуру, выступая на сантиметр-полтора за край. Убираем все лишнее, да. Я, как бы, вот контур обкладываю вот так вот шерсткой. Обкладываю вот этот край. Делаю вот полностью, рамочку такую создаю. Это очень важный момент, потому что это должны быть такие стабилизированные вот эти края. Хотя мы выходим за края. Мы потом не будем резать эти края. И вот я раскладываю вот такой вот шерсть, слой. Он не самый тонкий. Я закрываю всю вот эту вот площадь. Вот как бы внутри вот этой рамочки, окантовки. Я закрываю, делаю это один слой. Почему я вам говорю, что сделайте обязательно свой образец, чтобы понимать свою толщину вот этой раскладки. Такой пояс можно сделать и более тонкий, и на зимнюю одежду. Дело в том, что на пальто можно носить даже при желании вот такой вот пояс, да. А можно сделать его совсем тоненьким и носить на тонюсенькие летние платья. Вот. То есть посмотрите, потренируйтесь. И тогда будете знать свои коэффициенты. Я вам показываю сейчас просто принцип, да, вот как бы и технологию. Вот внутри вот этой рамочки, окантовки, да, я заложила полностью все шерстью. Вот. Тут тоже последние краешки такие. Самое главное, это все делать очень-очень равномерно. Вот. Вот. У меня пасть, мы разделены были, поэтому я вот беру дополнительные кусочки. И удобно тогда с ними. Вот разложила первый слой. Сейчас беру и раскладываю вот эту вот. Только середину, как бы я закладываю опять внутри той же рамки. Я не закрываю все полностью, я внутри той же рамки создаю вот этот слой. Я показала сразу, да, вот этот момент, видите, направление раскладки. Почему нам надо сделать это очень стабильно? Можно, конечно, под корсетные косточки оставить зазоры и сделать там блокираторы. Тут в данном случае мы корсетные косточки не вшиваем. Вот. Здесь вот, смотрите, я делаю по краям вот эти вот поперечные ряды. И вот тут вот третьим слоем, уже поперечным, я закрывать буду полностью, полностью всю поверхность. Краешки вот эти должны выступать за пару сантиметров от марли от жаблона. Или плюс один сантиметр от того ряда, который мы раскладывали рамочкой. Вот тут очень важна последовательность вот этих слоев. То есть получается, что в длину, да, по длине получается, усаживаться будет больше. У нас же по направлению волокон идет усадка шерсти. То есть вот тут вот мы регулируем именно усадку по талии, чтобы это все на нужную длину, на нужные размеры нормально, хорошо, качественно уселось. Вот, раскладываем этот рядочек. То есть, в принципе, хитрости-то особо никакой. Я вам, кстати, объясню, почему вот тут... Сейчас мы это перевернем, да, то есть я разложу, притру это все. Почему? У нас марля окажется как шаблон внутри, но как шаблон, который мы потом не будем вынимать. В отличие от обычного, там, клеенчатого, там, или еще из какого-то другого материала. Вот этот шаблон мы не будем вынимать, он останется внутри, и шерсть, она как бы пройдет вот сверху и снизу, она переплетет эту марлю, она как бы пронизывать ее будет, и полотно вот это войлочное, оно будет очень-очень стабильным. Вот видите, я показываю, да, вот марля будет внутри, и вот это без всяких косточек будет прекрасно держать форму. Ну, в общем, обычные наши стандартные войлочные процедуры. Я поливаю это дело мыльным растворчиком, вот, хитростей, собственно, никакой. Мыло, ну, вот можно там мыльную стружку использовать, но можно жесткое мыло использовать, можно какое-то моющее следствие. Сначала я вот притираю вот таким образом руками. Притираю, притираю. Самое главное равномерность, самое главное, чтобы все уголочки, все части, вот даже немножечко-немножечко, я ускорю, где надо, добавляю эти водички. Вот, то есть вот так пена должна быть, да, кремообразная пена должна быть на поверхности. Я все это сделаю через сетку, поправляю руками. Вот, самые-самые концы, самые краешки. Я вот не заглаживаю руками. Ну и вот, собственно, вот я взяла шлифмашинку, тут даже не через пленку, а вживую. Ну, это, конечно, тут такая безумная скорость. Вообще, как бы это делается, да, ставится там на счет раз-два, да. Вот я перевернула. Вот что мы имеем на этой стороне, да. Аккуратненько-аккуратненько подгибаем. Все края загибаем, остренький уголочек. Все очень-очень делаем равномерно. Да, то есть вот, сейчас приостановлюсь. Тут очень важно, когда вы загибаете, подгибаете вот эти края, соблюсти ровную, хорошую, качественную, прямую линию, чтобы не было никаких складок лишних, чтобы ничего не мешало. Краешки вот тут тоже загибаем, потому что дальше мы уже резать. В общем-то, ничего больше не должно. Нет, ну, конечно, если где-то что-то не уваляется, то можно будет повторить, подрезать, да, там подровнять, но можно обходиться без этого. Вот, смотрите, раскладываем вторую сторону, повторяем практически все то же самое. Вот этот контурный рядочек может у вас быть чуть-чуть потоньше, чем был на той стороне, потому что все-таки вот тут вот мы загнули эту линию. И вот тут тоже как бы интересный момент. Мы помним о том, что если дополнительный какой-то, да, ряд раскладки появился, а у нас по краям дополнительные ряды идут, вот тут чуть меньше усадка. То есть нам как раз-таки это тут играет в корсете на руку. Нам надо, чтобы по самой средней линии, по талии, средняя линия, линия талии, чтобы именно там была максимальная усадка. А тут получается естественным образом небольшая такая прибавочка. То есть это под физиологические очертания фигуры будет естественным образом подстраиваться. Я извиняюсь за шумы, которые, может быть, слышны с улицы. Мы на большом таком оживленном перекрестке живем, и хоть 21 этаж все равно доносятся сюда всякие разные шумы. Ну, я надеюсь, я громко говорю, поэтому надеюсь, что вам все слышно нормально. Итак, разложили первый, второй вот эти три дочки. Кладем теперь ляд поперечный. В общем-то, повторяется, да, вот вся последовательность действий. Точно так же вот тут небольшие выступы. Ну, это не развернутый доклад. Это, я вам читаю, да, комментарии ваши. Это просто нормальное выступление, я считаю. Мне интересно вам рассказывать то, что я знаю сама. Интересно делиться. Может быть, во мне отчасти педагог погиб, у меня папа учителем был, ну, вот так все остальные врачами в семье были. Ну, вот, мне интересно рассказывать. Вот, раскладываем вот этот ряд, эту сторону. Ну, в общем, тут как бы особых даже таких вот хитростей нет. Чуть-чуть даже ускорю я вот этот процесс. Всегда смотрите, сможете пересмотреть. И даже этот мастер-класс где-то остановиться, посмотреть какие-то детали. Вот точно так же. Разложила с небольшими выступами за края. Побрызгала мыльной водой, потерла. Вот сейчас надо сначала руками притереть. Все очень просто. Вот я сначала делаю одну такую половиночку. Вообще этих половинок вот абсолютно одинаковых таких. Их надо сделать две. То есть я сначала, когда вырезаю из марли, я вырезаю четыре одинаковых кусочка. Да, вот тут точно так же эту сторону. Я притираю шлифмашинкой сразу. Мне надо, чтобы шерсть вот эта, она сразу туда в марлю вошла глубоко. То есть марля, она стабилизатором у нас. И вот я прошла с шлифмашинкой. Чуть-чуть убираю воду лишнюю. Почему хорошо именно хлопковое полотенце? Оно убирает излишек влаги. Но в отличие от микрофибрового, оно не высушивает челющу. То есть микрофибровое имейте под рукой, чтобы если вот на пол, допустим, капает вода, если большой поток, то этот поток убрать, но не с самого войлока. Ну вот мы перевернули эту деталь корсетного пояса, перевернули, и вот с этой стороны я загибаю вот так вот все вот эти краешки. Загибаю их. Смотрите, вот там аккуратно была сделана подгибка, да, вот с уголочком. И поэтому она так же аккуратно повторяется и на этой стороне. То есть тут совсем маленькие краешки, заходы вот такие. То есть от работы, от тщательности проработки в каждом рядочке, на каждом этапе, вообще привыкайте, вот те, кто начинают, с самого начала привыкайте каждую детальку, каждую мелочь делать очень тщательно и аккуратно. Потому что войлок, такой хитрый материал, он все равно возьмет вашего времени, вашего труда необходимое количество. Вот тут вот поторопились, сократили. На другом этапе вы потратите время и силы. То есть вот, как говорится, кусочек любви вашей, он все равно у вас откусит. Вот никуда не денешься. Сколько лет этим занимаюсь, только убеждаюсь в этом каждый раз. И вот, когда загнули вот эти вот края через марлечку, через сетку москитную, опять притираем руками и еще раз прорабатываем, чтобы вот тут уже все сцепилось шлифмашинкой. Очень-очень хорошо и очень тщательно прорабатываем шлифмашинкой. Подмыливаем края, чтобы мыла недостатка не было у вас, чтобы это была достаточно скользкая поверхность. Да, то есть хорошо-хорошо прорабатываем шлифмашинкой, прямо вот надежно-надежно. Все вот эти вот краевые, да, моменты можно проработать утюжком для валяния. Он может быть деревянный. У кого-то они есть металлические. Можно взять большой, вот я в мастер-классах часто показываю, там в ковровых говорю, что можно брать большой камушек плоский, как котлетка удобно лежащая в руке. Можно взять пластмассовую мыльницу. Ну, что-то вот с такой поверхностью для того, чтобы вот войлок именно уплотнить и разгладить. Это очень важно, потому что вот сразу, еще до всяких рулонов, до всяких других процедур, очень важно сразу волокнам задать вот это направление сцепления. Ну, вот она, вот эта вот половина. И точно-точно такая же идентичная половина вам придется сделать вторую. Проработали вот так же. На самом деле это не так много времени занимает. Ну, наверное, даже со всей обработкой потом, с декоративной, со всеми делами. В общем-то, такой пояс делается за один день, но в два этапа. Да, вот как бы вы сваляете полностью заготовки. В первый день потом надо их будет там выполоскать, просушить, и во второй день уже будете там расшивать и украшать. Ну, вот две половинки вы видите, да. Это первоначальное уваливание. Теперь нам очень важно, чтобы эти половинки были одинаковые, идентичные. Поэтому я лишнюю влагу из них убираю, и дальше в рулонах я катаю их вместе. Но то одной стороной, то другой стороной. Подкладываю вот под рулон вот так вот полотенчика, просто чтобы не сильно скользило. Катаю по 50 раз в каждую сторону. Мы знаем, что внутри рулона уваливается все сильнее, поэтому нам необходимо проработать абсолютно все направления. И смотрите внимательно, вот я проработала, я перекладываю, переворачиваю вот так, и опять катаю рулон. То есть они толстые, эти половинки. Но такие вот толстенькие, но с укатыванием в рулоне, нам же тут это не сильно фактурный войлок, да, он достаточно гладкий и должен быть красивый, гладкий, стабильный. Нам важно его вот так вот прокатать. Вот каждый прокат в каждую сторону я делаю в данном случае по 50 раз, потому что вот прямо считаю раз, два, три, четыре, пять, вот с такой скоростью я считаю. Вот я переложила, опять сложила. И опять буду катать, да, потому что это пока уменьшает ширину, ну как бы высоту пояса, да, именно высоту. Ну вот, то есть я прокатать должна обязательно в этом направлении с каждой стороны. Вот, внимательно, внимательно. Главное не перепутать и ничего не упустить. Но вы поймете, что если какая-то сторона, вот какая-то часть у вас как бы больше, да, маршинит, значит там не докатано. Вот, да, стеклянная банка 400 миллилитров, утюжок отлично, да, стеклянная банка хорошо работает, очень хорошо работает. Вот, то есть вот мы по ширине, прямо, знаете, вот специально не убирали ни один этап, чтобы не теоретически рассказывать, а чтобы вы видели все. Потом я раскладываю вот так вот, наматываю, и вот теперь мы уваливаем эти половинки по длине. И точно так же 50 раз и в другую сторону. Нет, пояс не цельный, он же спереди на крючках, а сзади на шнуровке, поэтому он из двух одинаковых кусочков. И каждый из этих кусочков, да, он с двух сторон шерстяной, а марля внутри него. Вот еще раз, Татьяна, да, как бы вот. Вы пересмотрите потом, вы увидите. Татьяна, кстати, я вам... Книги ваши замечательные. Я просто сейчас была подготовкой к фестивалю, очень занята, и я не успела вам написать выходные, напишу обязательно, потому что у меня есть мысли по поводу ваших книг. Книги просто прекрасные. Мы, коллеги, скоро станем с вами намного богаче, получив совершенно роскошные материалы от Татьяны по валянию. Очень опыт ее большой работы и экспериментов. А зерно в данном случае, когда внутри у вас марля, зерно такое очевидное не будет появляться, будут появляться, будут появляться, как такие, как шибари складочки больше. И вот они будут становиться мельче, 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 пока практически они уже превратятся в практически гладкий войлок. Вот так вот я намыливаю, и вот эту вот процедуру, операцию теста, да, я вот как бы замешиваю вот эти вот детали, каждую, чтобы равномерно, очень хорошо равномерно распределилось там мыло. Потом я вместе их вот так вот уваливаю. Мой любимый такой номер, для того, чтобы никакие брызги не летели по сторонам, и мне контролировать хорошо уваливание. Я укладываю это все в полиэтиленовый мешок, выдавив из него воздух, завязываю. И вот так вот, вот эти вот детали я кидаю 300-400 раз. Если боитесь сразу, 300-400 раз, ну, каждый 100 раз мешок развязывайте, проверяйте и уваливайте дальше. Смотрю, готово, не готово по плотности. Да? Проверяю, устраивает ли меня плотность этого войлока. Он должен у вас не гулять под пальцами. Если под пальцами гуляет, опять его вот так вот месим. Берем еще пакет, еще вытираем, и еще кидаем, может быть, 200 раз. Хотите, можете проверять каждый 100. Вот, когда докидаете уже вот эти вот кусочки в мешке, вот нужное количество раз, развязывайте. Вот теперь уже видно, что тут совсем другая плотность. Совсем другая плотность. Вот сейчас краешек кажется не очень ровным. Но дело в том, что после полоскания, после всех водных процедур, по вот этому краю, вы его просто такими щепковыми движениями пальцами, вы его очень легко сможете выровнять. Вот тут я решила еще уплотнить, уже не на трубе, а просто рулончиками такими. Вы тут смотрите, всегда смотрите по состоянию вылока. Опять вернусь к теме шлифмашинки. Это, знаете, как в анекдоте про Чингачкука. Типа, да, не нравится мне Чингачкук, ты просто не умеешь его готовить. Вот в основном надо просто научиться ладить со шлифмашинкой. То есть так же, как надо научиться ладить шерстью, вообще с какими-то, может быть, внешними обстоятельствами. Применять шлифмашинку, да, когда вы только-только первый раз взяли в руки шерсть, конечно, не надо шлифмашинку. Научитесь чувствовать ладошками, пальчиками эту шерсть. А потом очень многие этапы шлифмашинка вам ускорит. Точно так же, как катание в рулоне, в закрытом рулоне. Нельзя однозначно сказать, что закрытый рулон плохо, открытый хорошо. Рулон на какой-то оси, на палке, на трубе. Это плохо, а без него хорошо. В разных ситуациях бывает по-разному. Тонкий совсем войлок палантина я катаю на тонкой, такой вот воздушной, такой, как пенопластовой, да, такой трубе. Она совсем невесомая. Ковры я катаю на толстой, плотной, иногда даже на трубе с утяжелителем, засыпанной песком. Всегда разные приспособления. Ну, вот я покатала, да, и в очередной раз, в третий раз я это дело закидываю в пакет. Ну, в общем, практически все. Вот еще сто раз я покидала, я достала детальки. Ну, вы видите, пропорционально моим рукам насколько сильно они уменьшились. И вот я уже вижу, что если сложить вот эти вот детали, по сути дела, без отделок. Вот он, этот пояс. Я знаю, куда я пришью крючки. Я знаю, где я сделаю эти, поставлю люверсы. Ну, вот я собираю вот это все в одну кучку и отправляю в стиральную машинку. Вот сейчас я поставила на паузу. В стиральную машинку. Ну, конечно, один вот такой вот пояс. Там две детальки эти не бросишь, потому что, ну, надо что-то для амортизации. Вот туда же кладите. Москетную сетку, полотенце, с которым вы валяли. И на деликатном режиме войлок можно стирать в стиральной машине, но только на деликатном режиме для шерсти и с температурой, там, 30 градусов, допустим. И с отжимом где-то 600, ну, максимум 800 оборотов вы можете спокойно все стирать. По крайней мере, из вот такого толстенького, плотного войлока машинка выплащит вам все остатки мыла. Стираем с чем? С хорошим стиральным порошком. И я предпочитаю кондиционеры для детского белья, потому что они, как правило, гипоаллергенные и либо без запаха, либо с очень каким-то тонким нежным запахом, который спокойно будет сочетаться с естественным запахом даже окрашенной шерсти. Когда вы это все из стиральной машинки вытащите, я вот такие вещи не сушу в драйле, да, как бы в сушилке машинной досуха совсем, вот, потому что вот, смотрите, сейчас вы видите краешки, да, вот сейчас я это дело включаю, вот эти краешки вы берете вот так вот руками, пальчиками и выводите, прямо вот выравниваете все эти краешки. Спокойно можно отпарить, да, можно отпарить утюгом с одной, с другой стороны. Сейчас еще раз поставлю на паузу. По поводу подогрева войлока. Вы знаете, я настолько привыкла его вот так вот уваливать руками, если это мельнос, если это шерсть, ну, я не знаю, до 26 до 28 даже метров, ну, нет необходимости его дополнительно греть. Есть, конечно, какой предел для уменьшения. Мы пока валяем изделие, уменьшается. Вы же на образце проверили. Вы свой коэффициент посчитали. Оно будет, вы будете это уваливать и уменьшать до того коэффициента, который вам нужен, до того размера. Ведь на образце вы посмотрели, какую вы плотность хотите получить. И для получения войлока с конкретными свойствами, с плотностью, с пластичностью, с толщиной, вы берете коэффициент. Вот до этого состояния вы валяете вот тут. Вот. Ну, вот как бы вы выровняли краешки, вы отпарили это утюгом, да, как бы. Я, кстати, больше люблю утюг, вот тоже момент такой, с зеркальной, а не с тефлоновой поверхностью. Вот войлок мне больше нравится отглаживать утюгом с зеркальной поверхностью. Ну, отпариватель там, как бы, все вот эти дела, это уже все стандартно. И поскольку, ну, я не люблю использовать синтетические волокна, поэтому у меня вот шерсть, допустим, я с шерсть шелк, я работаю, они горячего утюга не боятся. Если вы украшать будете сразу это полотно, к примеру, вискозой или чем-то синтетическим, ну, значит, учитывайте, что утюг должен быть не такой горячий. Итак, теперь смотрим, как бы, вариант декорирования. Вот уже высушенные, отглаженные детальки, да. Можете какие-то вот вышитые детали использовать. Можете взять, расположить вот тесьму, вот так, сверху, внизу. Можете вот тут под крючки, под застежку, сделать просто вот такие полосочки. Это, кстати, зрительно будет сужать талию. Можете взять всякую другую ленту, можете ее в половину согнуть на окантовку. Это варианты декора. Можете сделать вот какие-то вот такие бантики кокетливые. Можете взять косую бейку. Можете взять два вида тесьмы, тесьму и кружево, допустим, да. Под тесьму положите кружево, контрастное, будет красиво. А можете вот более широкую, да, вот в тирольском стиле что-то сделать, да. А у меня будет вариант, вот сейчас я уже покажу, как я буду отделать. Я возьму красное кружево, красный оттенок посветлее. И не косую, а прямую ленточку. Это осталась полосочка, когда я шила юбку клетчатую вот эту. Ну, тоже юбку шила для дочери, но юбку у меня отработала на фотосессии для этого мастер-класса. То есть я прямо прямой ленточкой буду это дело обшивать. Прострачиваю. И вот, смотрите, вот тут вот я нашила. Спереди застежка на... Ну, это скандинавские крючки. Ну и, конечно, я бы хотела остановиться, даже там внизу ничего не подшивать. Края-то были красивые. Ну, дурная голова рукам покоя не дает, как и ногам, да? То есть я все края обшила красиво, аккуратно кружевцам. Ну, мне просто это нравится. Для меня эта работа с кружевом стала элементом стиля. Вот тут я показываю более крупный план. Ну и вот сзади, видите, такая шнуровочка тоже с кружевом. Можете сделать какими-то лентами. Ну и вот это вот слайд-шоу, оно будет такое более подробное, побольше фотографий, чтобы посмотреть, как вот такая простая вещь, да, вот, казалось бы, такой вот маленький элемент, как он преображает облик хозяйки. То есть очень стильная такая вещица получилась. Она и женственная, и романтичная отчасти. Ну, то есть, ну вот, на мой взгляд, то, что надо, это же можно сделать в разном стиле. Это можно сделать в разном цвете, да, то есть могут же быть разные декоративные элементы. Можно сделать шире, можно сделать уже. Ну, вот ради бога. Еще полезная вещь-то, велок, такое, это же спину зимой защищать. Ну, в общем, вот такая вот у нас история. Продолжение следует...